Такие больные нуждаются еще и в гормональной терапии. У меня удалена щитовидная железа, и я должна каждое утро принимать эльтероксин. Пропускать прием гормональных таблеток нельзя. Это чревато тяжелыми осложнениями. Без гормонов щитовидной железы, ну, фактически полноценная жизнь человека невозможна. Они отвечают за энергетический обмен, то есть нужны для всего организма. Именно поэтому перебои с поставками эльтероксина в аптеках не на шутку напугали и пациентов, и медиков. В Минздраве просят не паниковать. Дефицит лекарства создан искусственно, ажиотажным спросом. Чиновники уверяют, закупка импортного препарата продолжается, а буквально через месяц на прилавках появится российский аналог. Минздрав России зарегистрировал отечественный жизненно важный препарат эльтероксин, левотероксин натрия, производство российской фармкомпании. Это позволит наладить выпуск важнейшего препарата для терапии заболеваний щитовидной железы. В этом цеху мы запускаем производство нового препарата. На первоначальном этапе мы планируем выпускать до 500 тысяч упаковок в месяц. Мощности производства предприятия могут позволить выпускать до миллиона упаковок в месяц. Это как раз рыночная потребность Российской Федерации. Будем следить за спросом. Действующее вещество нового препарата левотероксин натрия, такой же, как и в зарубежных аналогах, это значит эффективность наших лекарств не уступает импортным. И уже в мае можно будет купить отечественный эльтероксин в двух дозировках 50 и 100 микрограммов. Юлия Нищенко, Екатерина Белова, Артур Коньков, Анастасия Тычинская, София Яцко, Наталья Родионова. Первый канал.